Тюмень 90-х Это можно только по снимкам. Фотограф Сергей Киселев те годы часто снимал на улице. Предлагаем окунуться в атмосферу. Дети, которые отправлялись в школу в крестьянно-крестьянских местах, очень радовались неблагоустройству этой части города. Можно было набрать в сапоги воду и не явиться на уроки. Это была оправдательная причина. Но не все так радовались. Некоторые районы благоустроены были лишь частично. Это лесобаза, Зарико, Затюменко. Ну и конечно наши окраины, полукрестьянские, полугородские окраины, они давали тот самый феномен, о котором мы говорили. Тюмень – столица деревень. Грязь, вода, неблагоустройство, отсутствие воды, канализации – это все те самые кризисные 90-е годы оставалось с нами. Впрочем, городу было не до красоты. Росли транспортные потоки, улицы не справлялись. Надо было строить. Появился мост на профсоюзной, объездная. Асфальтовые дороги – это притчевые языцы. Около ДК «Строитель» автобусы тонули в потоках воды, грязи, которые стекались туда с окрестных улиц. Но в асфальт город все же одевали. Ливневка была только, грубо сказать, на двух улицах Республики и Ленина и несколько маленьких улиц, которые примыкали к ним. Все остальное строилось без ливневки. Причин много. От недостатка строительной техники и рабочей силы до глобальных, экономических. Огромные средства, которые вкладывались все советские годы в развитие экономики, промышленности, нашей области, фактически лежали в туне. Живой обмен натуральными продуктами между предприятиями и потребителями, которые, в принципе, исчерпывали достаточно быстро свои ресурсы. Живых денег было негде достать. Остро стоял вопрос и с жильем, на которое уходила большая часть бюджета. Главный застройщик был один – муниципалитет. Дольщики тоже вкладывали средства, но на все не хватало. Много населения людей, которые жили в ветхом жилье. Приходилось освобождать земли под развитие дорог. Это тоже все делал горосполком. Инициативные горожане и тогда старались своими силами, как могут, облагородить дворы без оглядки на власть. Вообще об этом и не мечтали даже, поскольку деньги на эту сферу в городе не предусматривались вообще в бюджете. Соседи собирались, устраивали песочницы. Радость для детей все равно была. Из камер делали те самые плотики, на которых плавали по рекам, болотам. Из шин делали прекрасные игровые площадки, огораживая все-таки от проезжей части. Старались украсить город и на праздники. Зимой ставили елку, в горсаду устраивали каток. На площади у юбилейного заливали высокие горки. Народу постоянно было. Даже в морозки то будем на город ходить. В этой действительности закалялся характер наших земляков.